Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава, первое послание Коринфян в рамках нашего проекта «Экзегет». Я читаю свой собственный перевод. Меня зовут Андрей Десницкий и его слегка комментирую. В седьмой и восьмой главах Павел разбирает правила христианской жизни в том, что касается брака и в том, что касается одного очень узкого, но важного для христиан Коринфа вопроса, это восьмая глава, можно ли есть мясо, принесенное символически идолом в жертву. И в девятой главе он неожиданно переходит к самому себе, но логика в этом есть. Смотрите, он рассказывает о конкретных вещах, но за этим стоит общий принцип. Все мне позволено, но не все полезно, как он это формулирует. И если какое-то мое право, какая-то моя верная линия поведения смущает другого христианина, брата, за которого умер Христос, лучше я откажусь от этого своего права, чтобы его не смущать. Ну и это риторическая вроде конструкция, лучше я откажусь. Но в девятой главе он переходит как раз к себе, чтобы показать на своем примере, как он применяет этот принцип. Не потому, что он хочет сказать, я тут супер, а вы должны все на меня смотреть, рот раскрыв и восхищаться мной, абсолютно нет. Но потому, что чей пример еще можно привести? Я могу очень долго рассказывать, как надо жить, как там детей воспитывать. Но я могу рассказать о своем опыте, не всегда хорошем. Но, по крайней мере, это опыт мой. По крайней мере, я не совру, если я буду этот опыт описывать. Я расскажу, как бывает. А вы сделаете выводы, может быть, вам понравится, а может быть, послужит предостережением. Вот поэтому в девятой главе Павел начинает говорить именно о себе, о своем достоинстве, о своих правах. Развивая вот эту тему, все мне позволено, но не все полезно. Разве я не свободен? Разве я не апостол? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? И вы не мой ли труд ради Господа? Ну, то есть, Каринская община основана Павлом. Не просто я апостол, там у меня медалька есть, да, удостоверение. А вот вы – это община, которую я основал. Вот это мой труд. Если для других я и не апостол, ну, ладно, есть люди, которые меня не признают. То уж для вас точно он. А вы – печать моего апостольства ради Господа. И вот, что я скажу в ответ своим обвинителям. Оказывается, есть обвинители в этой общине. И что же, Павел разбирает эти обвинения, кто-то его ругает, а он подробно все останавливается. Вот первый, второй, третий пункт. Да нет, он даже не начинает входить вот в эти мелочные препирательства. Всегда есть о чем поспорить. Всегда есть к чему придраться. Всегда можно сказать, а вот тут-то неправ, тут-то неправ. Но он начинает немножко с другого. Он говорит, смотрите, я апостол, муж для вас точно, для кого как не знаю, для вас, безусловно, я создал вашу церковь. Вот, что я скажу в ответ своим обвинителям. Разве у нас нет права на пищу и питье? Разве нет у нас права приводить с собой жену, сестру по вере, как другие апостолы, как братья Господни, как Кифа, имеется в виду Петр? Или только у нас с Варнавой нет права не работать? Варнава – один из спутников Петра и Павла, простите, в деяниях он постоянно упоминается. И он уточняет, что вообще другие апостолы, они живут за счет общин, которым они проповедуют. То есть, вот, а он с Варнавой не так. И тут же он приводит примеры. Но какой же воин выступает в поход за собственный счет? Конечно, нет, его вооружает государство, да, дает ему там пропитание, одежду, оружие, доспехи, да, потому что он служит государству, да, потому что он не путешествовать отправился в отпуск, а он на военную службу идет, значит, ему нужно все получить. Кто, насадив виноградник, не вкусит от его плодов? Кто, пася стадо, не питается молоком от этого стада? Говорю, это не просто по человеческому рассуждению, именно так утверждает и закон. Ну, Моисеев закон, хотя это и такое обычное право. Человек вправе пользоваться плодами своего труда, да, человек, который кому-то служит, конечно, получает от своего господина все, что для этой службы необходимо, и вправе питаться, вот, пастух молоком, винограды, виноградом. В Моисеевом законе написано, не надевай на мордника волу, когда он молотит. Неужели Бог заботится о валах, не о нас ли, скорее, это сказано, да, ну, то есть, чтобы вол молотит, значит, вылучивает зерно из колоссов, чтобы он мог поесть некоторую часть этих колоссов сам. Конечно, написано о нас, ведь надежда на прибыль должна быть и у того, кто пашет, и у того, кто обмолачивает урожай. Ну, здесь, понятно, он так истолковывает в переносном смысле, что главное – это, конечно, люди, и, соответственно, правила Ветхого Завета утверждают, что необходимо работнику получать прибыль от того труда, которым он занят. Мы сеяли среди вас духовное, великое ли дело получить, как урожай телесное? Ну, то есть, он основал церковь, и он хочет какие-то материальные плоды получить, даже не то, что хочет, но может требовать, рассчитывать. Если другие обладают у вас правами, то тем более мы. Но мы этими правами не пользовались и все переносили сами, чтобы не ставить преград Евангелию Христову. То есть, Павел не получал финансирования, продовольствия от каримской общины, хотя имел на это право. Почему? Чтобы не ставить преград, да? Ну, потому что люди скажут, а ты просто за деньги хочешь вот все это делать, тебе важно получить прибыль. Разве не знаете, что служители храма питаются тем, что принесено в храм, и те, кто при жертвеннике, получают часть приносимых жертв? Так Господь назначил и тем, кто возвещает Евангелие, жить Евангелем. Но я ничем подобным не пользовался. И теперь пишу вам не в надежде это получить, нет. Мне лучше умереть, чем позволить кому-то лишить меня похвалы. То есть, похвалы какой-то заслуги, которую он этим образом приобретает. Что я проповедую Евангелие, в этом для меня похвалы нет. Это надлежащий мой долг. И горе мне, если бы не проповедовал. Если бы я делал это по своей воле, была бы мне награда. А если не по своей, я лишь исполняю служение. То есть, ну, здесь его заслуги нет. Он как служитель, как раб, он просто выполняет то, что обязан. За что же мне тогда награда? За то, что я проповедую Евангелие Христово безвозмездно. И не пользуюсь правами, которые евангельская проповедь мне дает. Да, вот к этому обязательному своему служению он добавляет то, что за это не принимает никаких денег, пожертвований, пищи от Каринской общины. И вот его принцип. Зачем он это здесь говорит? А вот тот же самый принцип. Все мне позволено, но не все полезно. У меня есть право воспользоваться от вас средствами. Но лучше я этого не буду делать. Потому что даже это не мне, вот как-то хуже будет. А кому-то может это быть неудобно, неприятно. Что я деньги с вас беру. Лучше я не буду этого делать, чтобы никого не смутить. Так же, как он говорил в 8 главе, лучше не есть мясо, если это смущает кого-то. Я свободен ото всех, но я сам себя всем поработил, чтобы приобрести как можно больше людей. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для исполняющих закон, хотя... Я был как исполняющий закон, чтобы приобрести тех, кто подвластен. Хотя Божий закон мне не чужд. Я следую Христову закону, но для тех, у кого нет закона, я был как один из них, чтобы приобрести тех, у кого нет закона. То есть иудеи и эллины здесь различаются. Те, кто принадлежит к израильскому народу и обладает законом, и, соответственно, все остальные. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я стал всем, чтобы спасти кого можно. Это я делаю ради Евангелия, чтобы и мне быть ему причастным. Ну, то есть, проповедуя Евангелие, он еще недостаточно ему причастен. Евангелие – благовесть о спасении людей. И если он соучаствует в этом спасении, если он принимает людей ради Христа, если он ведет их ко Христу, то он тоже несет какое-то служение этого Евангелия, а не просто о нем говорит. И, собственно, он это и старается делать, а все, что мешает, отставляет в сторону, даже если это его собственные права. Разве не знаете, что на соревнованиях все участвуют в забиге, но лишь один получает награду? Всякий, кто вышел на состязание, напрягает все силы, только те получают венец увядающий, ну, венок, который завянет, а мы – неувядаемый. Потому и я бегу небесцельно, выхожу на поединок не для того, чтобы колотить воздух, ну, бой с тенью, боксер. Я закаляю, подчиняю свое тело, чтобы мне, глашатую для других, самому не оказаться бы ни к чемным. Вот очень хороший принцип. То есть, можно другим все правильно рассказать, но просто даже воспользовавшись тем, что тебе положено, приобретя то, что вообще тебе по праву принадлежит, просто остаться без этой главной награды, оказаться тем, кто зовет на соревнования, а сам не участвует. Вот Павел этого не хочет, поэтому он лучше себя ограничивает. Ну, и дальше продолжит он эту тему, почитаем в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok